И как песня устая, дождь России, макушки, красоте искусная, выжимкой богатая, статуэтки, вазочки, варсники, шкатулочки, и сервисы разные, и для пива кружечки. Для учеников и педагогов Речицкой школы уже привычно встречать иностранных гостей. Но сегодня особенная встреча. К ребятам приехали директор и учитель русского языка интеграционной гимназии номер 22 из Варшавы. В нашей школе учим, молодежь учителя языка российского. Мам прежнего działающего, молодого научителя, который учил właśnie языка российского. И dzięki его контактам зналиśmy tutaj państwa школу, и стąd наше заинтересование. В нашей школе ученики учат русского языка. У нас в школе работает молодой учитель русского языка, благодаря которому контактам мы приехали сюда. По приглашению госпожи, директора Речицкой школы. Мы хотим посмотреть, как выглядит система образования в России. Но мы тоже хотели бы, чтобы вы в будущем приехали к нам и тоже посмотрели, как выглядит наша образовательная система. Речицкая общеобразовательная школа свою историю ведет с 1871 года, когда в селе Речице было образовано смешанное училище. С тех далеких времен является она центром культуры и образования в селе. Сохраняется здесь самобытный уклад жизни к жели. Поддерживается веками складывавшиеся теплые и доверительные отношения между людьми на селе. Возрождаются семейные традиции. Любое сотрудничество на сегодняшний день в такое непростое политическое время, тем более, когда наш министр культуры вчера побывал в Польше, должно привести к тому, что люди разных стран должны больше знать друг о друге и чтобы дружба существовала между простыми людьми. К этому мы и стремимся. Педагоги из Варшавы неподдельно удивлены. В Речицкой школе развивается художественное направление. На вернисаже выстремлены работы учеников, выполнены с высокой степенью профессионализма, а главное, с любовью к людям и родному к жельскому краю. Вероника, скажи, пожалуйста, в чем особенность вашей школы? Ну, то, что она очень часто зарабатывает первые места в соревнованиях. Понятно. Вот ты сейчас занимаешься творчеством. Тебе это нравится? Очень. Так, и кем бы ты хотела в дальнейшем быть? Ну, гончаром. Гончаром, да? То, чем занимаются наши дети, особенно дети Гжельской зоны, Гжельской школы, Речицкой школы, Новохаритоновской, это дорогого стоит. Потому что сохранение народного промысла, сохранение исторической культуры, культуры малой Родины, на сегодняшний момент я считаю, что это очень и очень важно. И я искренне рада тому, что мы не только сохраняем, а готовы показать нашу историю и гостям. Гостям из Варшавы, которые сегодня прибыли к нам. Каждая школа Раменского района имеет свою изюминку. В Речицкой школе ребята занимаются краеведением, создают историографию заводов, природных и исторических памятников. Пишутся биографии известных производителей фарфора. И всеми этими историческими ценностями готовы поделиться. В ходе визита польской делегации был подписан договор об образовательной деятельности между Речицкой школой и Варшавской гимназией. Мы хотели показать, представить на отрывках из мероприятий миссию педагогическую нашего коллектива, которая мы считаем очень важной в современной ситуации. Но прежде всего наша школа находится на территории известного на весь мир керамического промысла «Гжель». И мы сегодня будем демонстрировать, как мы воспитываем у учеников любовь к нашему краю родному, как мы изучаем русскую литературу. И мы сегодня запланировали провести совместный, мы его называем международный урок и тема «Мост дружбы». Открытый урок в Речицкой школе проводил учитель русского языка Варшавской гимназии Михаил Варых. Предложил ребятам небольшой отрывок на польском. В стране российском, неоподал Москва, в среду лесу и пул, находилося миастко «Гжель». Давно, давно термом жили там отважни и мудры, прекрасные и здоли мистцови. Певного дня собралися и начали думать, как могли бы лучше показать свой пульсц, дать радость всем людям и расслабить свой край. Переводы ребятам не потребовалось. Михаил говорил о Кжельском крае и его замечательных жителях и пригласил учеников Речицкой школы познакомиться со сверстниками Варшавской гимназии. Ольга Скрябина, Сергей Яковлев и Александр Винченко для программы «Городские вести». Продолжение следует...